здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева на моем канале есть фильм по картам 1860 года называется спутниковые карты середины 19 века да да именно так я сделала подборку сравнений тех карт которые есть в интернете современными спутниковыми карты они совпали в ноль а в этом фильме я сделала еще одну подборку сравнительную подборку карт на которые впоследствии фильмах я буду ссылаться так просто удобнее чтобы не смотреть целый фильм а есть короткие фильмы отдельно по конкретной теме слева у нас карты 16 века якобы 16 века полагаю что это подделка потому что сейчас это современное направление московского кремля сейчас мы сравним эту карту она практически совпадает современной направлением вот красная площадь охотный ряд здесь у нас арбатская красная площадь арбатские ворота и вот чуть-чуть бы развернуть и она будет современной вот в эту сторону вот сюда и и развернуть чуть-чуть вот на несколько градусов на практически совпадает современным направлением якобы карта 16 века а карта сегизмунда 17 века вот направление на север то есть мы смотрим как бы с севера она развернута вот середина ядро клетки в этом похоже на клетку москва вот это ее ядро поделенные пополам вот кремль китай город здесь это ядро поделенным пополам вот каким образом вот она красная площадь а здесь вот она красная площадь перпендикулярно не стоит перпендикулярно другое направление и направление в основном будут смотреть карты делали с севера это тоже не просто так их уже поделать сложнее придется в этом смысле разбираться почему у сегизмунда карта нарисована ориентированных с севера а современные карты мы сейчас смотрим с юга мы как будто стоим вот на южной точке смотрим на север а здесь наоборот с севера на юг она как бы направлен да есть здесь угол но все равно это общее направление севера вот здесь север здесь юг вот так сравниваю две карты московской области предположительно рабочей версии естественно без всяких каких-то стопроцентных вот утверждения нет конечно что было две катастрофы завалом глиняным завалом грунта серьезные такие это в конце 18 века и 1860 19 век и вот просто на вскидку беру карту тысячи семьсот девяностого года вот эта карта московской области а вот эта карта тысячи семьсот девяносто седьмого года вот они принципе идентичны по прорисовке самую москву ее зерна что называется ее белого города вот центр кремль вот он но посмотрите разницу прорисовки самой карты внутри вот самой клетки что называется вот это тысяча семьсот девяностый год и это через 70 через семь лет казалось бы вот они есть карты и пожалуйста перерисовывая более точно здесь как будто вообще ничего нет здесь очень слабо прорисована эта карта такое ощущение что уменьшилось количество вот она как бы обеднела на на жизнь здесь более живая клетка да вот если брать эту как клетку вот ассоциации какие возникают а здесь она такая более полудохлая еле живая вот такое возникает ощущение хотя разница между ними семь лет и эта карта старше ну потому что есть в интернете а то что эта карта вот пожалуйста мы ее можем подвигать можем сделать поменьше чтобы было понятно сама москвы здесь прорисованы плохо хотя вот все в целом в общем то карта и карта неплохо прорисованы для 1797 года это все вручную подчеркивалось поэтому она естественно не может быть точной это общий такой план можно сказать и попробуем вот эту карту московской губернии 1790 года а это сейчас у нас геометрическая карта 1797 а мы смотрим 1790 вот она и слегка показаны зубчики крепости звезды прорисовка есть небольшая небрежная то есть частично и и показали что она вроде как бы здесь есть это просто пока такое сравнение это ни о чем не говорит пока просто сравниваем надо переработать перелопатить перелопатить многие многие карты это большой труд вот карта шуберта 1860 года очень подробно здесь уже нет никакого намека на зубчики абсолютно они исчезли так и еще интересная карта географическая карта московской провинции горехвост во вот она 1774 год здесь у нас москва все кольцо белый город вот такой такая круглая крепость звезда ну-ка попробуем ее увеличить вот она такая звездочка туалетоплан вообще написано географическая карта московской провинции горехвост во вот я нашла более подробную карту горехвост вам московской провинции на очень подробная и очень серьезную просто так не сделаешь якобы вы как нам говорят в музеях или курсоводы или историки что карты были а каким образом они делались то вот эти карты на такой огромной территории да довольно точные эта карта 1774 года на вот на этой карте вот она какая подробная московской области но очень подробно видим что это колоссальная работа и в один момент не сделаешь нас действительно были карты она направлена здесь у нас уже как положено как современная на север и вот она какая москва здесь у нас четко крепость звезда хамомники слобода маринская такой вот аркаин такой похоже и внутренняя звезда внутреннее ядро радиальная а я помню нам детстве говорили что москва у него радиальной улице сейчас как будто нет такого ощущения здесь надо на этом плане прям вот почти радиальная посмотрите по реке широкий мост проход прям в центр этого ядра города ну и она не совпадает с другими картами вот как это объяснить вот куда куда девается на других картах которые мы смотрели промежуточных картах или между 1770 1790 1790 и 1797 куда вот это все делась вот эта структура на картах как они не могли нанести вот эти четкие квартала я марка им такой и насколько я понимаю основные тракты почему они показаны пунктиром пунктиром обычно показываются железные дороги реки что так мало дорог было но основные дороги и на юг и на запад на восток все очень мощно очень мощно это не на лошадках все-таки вот это все преодолевается московская область это на карте 1770 года мы видим москву как мощное ядро крепость звезда такой аркаин четкие зубцы абсолютно и потом они исчезают и она такая становится как бы размазанная уже в 1790-е годы она еще плотная такая мы уже без зубцов и тысяч на карте 1797 года вообще такая пол полуживая истощенная такая москва истощенная карта хотя сама область вроде бы тоже прорисована ну вот и судите сами возможно здесь есть тоже что-то такое что-то такое непонятное по карте можно судить но хочу предупредить что есть и вбросы и очень много сейчас бросов и фальшивок поэтому быть аккуратными много сравнений нужно много работы причем нам всем нам всем надо подключаться одна голова хорошо две лучше а когда нас много и мы соображаем и мы думаем и находим и сравниваем представляете мы такую большую работу вместе народно так проведем мы разберемся в конце концов что здесь было на этом пока все заканчиваю сравнение карт потому что мне это необходимо было для серии фильм по письмам танеева по сокровищам ивана грозного ивана четвертого и необходимо сделать было отдельно этот сравнительный анализ нескольких карт москвы благодарю за внимание подписывайтесь на канал с вами была Галина Кунышева до свидания